Здравствуйте! Час новостей на 12-м канале, в студию Любовь Фёдорова и коротко о главном. Сообщение об отключениях света фейк. В областном правительстве прокомментировали информацию о якобы очередных сбоях в работе подстанции. Крещенские морозы уже на пороге. На Умскую область надвигается лютый холод. На севере региона оперативно восстанавливают газоснабжение. Многие жители заранее позаботились о том, чтобы не было перебоев с теплом дома. Что позволило избежать критической ситуации. Из Нигерии в капризную Сибирь. А какой вообще легкий спирт медицины? Ну из-за этого я здесь. Почему доктор-африканец сменил континент и покоряет медицину в северной глубинке? Грядет шторм. Билеты совсем скоро поступят в продажу. Количество мест ограничено. Когда пройдет СФС-9 и кто сразится в главном бою? И с теплом и благодарностью, как отметить, самый вежливый праздник в году. Информация о новых массовых отключениях света в Омске и в районах области не соответствует действительности. Об этом 12-му каналу рассказал глава регионального Минэнерго Владимир Шнепко. Сегодня в телеграм-каналах, различных чатах и соцсетях появились сообщения о плановых работах на подстанции. В связи с чем, якобы в регионе будет производиться отключение электроснабжения с 17.00 до 9 вечера. Напомню, накануне в городе и в районах области действительно возникли массовые перебои со светом. По предварительным данным, произошла программная ошибка в автоматической системе на подстанции Таврическая. Полностью восстановить электроснабжение удалось в течение нескольких часов. Однако, как заверил Владимир Шнепко, сегодня никаких плановых отключений не предполагается. Рекомендовал МИЧАМ доверять только официальным источникам и каналам. Подстанция в настоящее время работает в штатном режиме. Сегодня у нас было совещание с группой компанией Россети и с Омской электрофессией. Все электросиловое оборудование работает в штатном режиме, также электрические сети. После метели в Омскую область возвращаются сибирские морозы. После вчерашних минус 8 днем ночью столбик термометра устремился вниз. Местами температура вплотную приблизилась к 30-ти градусной отметке. По прогнозам синоптиков, самые суровые морозы придутся на предстоящую ночь. Столбик термометра может упасть до минус 35, при этом будет достаточно ветрено. На дорогах возможны снежные заносы. На этом погодные качели не закончатся. На выходных вновь потеплеет, днем до минус 5 пойдет снег. Однако после небольшой передышки в начале следующей недели в регион вернутся морозы. Но не столь суровые. А на севере Омской области, несмотря на морозы, постепенно восстанавливают подачу голубого топлива. Напомню, в первые дни Нового года из-за резкого понижения температуры воздуха упало и давление на тиврисском месторождении. Критической ситуации удалось избежать. Однако больше тысячи абонентов все-таки пришлось отключить от газа и, соответственно, отопление. Это жители Тивриза, Знаменки и Тары. На север региона по поручению губернатора с инспекцией вместе с руководителями газораспределительной компании выехал руководитель областного Минэнерго Владимир Шнепко. Из Тивриза материал Константина Лондона. Семья Жунда установила газовый котел только минувшей осенью. Руководствовались простым принципом. Меньше хлопот и меньше затрат. Однако их дом попал в число 200 в Тивризе, кого в первые дни Нового года ждал неприятный сюрприз. На днях был, когда холод, отключили газ и на следующий день же сразу его подключили, приехали. Сейчас газ, если тепло убавишь, если холодно прибавишь, хорошо как бы все греет. Причина отключения уже традиционная. Из-за морозов существенно возросло потребление газа. Две скважины Тиврийского месторождения просто не в состоянии вырабатывать нужное количество топлива. Чтобы давление не упало до нуля и все 3700 абонентов не остались без отопления, часть пришлось отключить. Проинспектировать процесс возобновления газоснабжения по поручению губернатора на северо региона вместе с руководителями газораспределительных компаний выехал глава областного Минэнерго Владимир Шнепко. Пока что газовый котел стоит без дела. Многие жители заранее позаботились о том, чтобы не было перебоев с теплом дома. Например, здесь установлена вот такая небольшая печь, которую можно запросто топить дровами и в доме при этом достаточно тепло. Практически все местные жители имеют альтернативные источники тепла. Печь, твердотопливный или электрический котел. У нас запас определенный есть. В случае, если у кого-то нет, у нас есть электроконтректора в администрации района предусмотрены и электроплитки. Но это случаи единичные и даже исключительные. Тем же, кто вынужденно перешел на альтернативные источники, напомню, власти выплатят компенсацию. За электротермию 21 509 рублей, за твердое топливо 8 131 рубль. Окончательным решением проблемы станет строительство газопровода протяженности больше 160 километров. 20 километров первого этапа из Саргатского района до Большеречья уже проложены. Вторым станет участок Дотары. Документы по второму этапу на сегодняшний день получены. Государственная экспертиза проектной документации пройдена. Как только будет определена подрядная организация, то работы начнутся одновременно и по второму этапу. То есть работы будут вестись не последовательно от одного этапа к другому, а параллельно. Запустить газ предполагается в конце 2025 года. До этого момента рассматривается возможность нарастить объемы добычи на Теврийском месторождении. Техническое решение найдено. Сейчас прорабатывается вопрос в ПАО «Газпром» по вопросу финансирования. Виталий Павлович будет еще встречаться с руководством ПАО «Газпром» для определения возможности все-таки ремонта еще одной скважины. Новый газопровод даст возможность не только бесперебойно обеспечивать голубым топливом уже имеющихся абонентов, но и подключить еще несколько тысяч людей. Константин Лондон, Матвей Олемский, 12 канал. Другим темам страшное ДТП в Марьяновском районе. Как стало известно, число пострадавших вахтовиков увеличилось. В официальном телеграм-канале МВД заявили, что в столкновении получили травмы не 5, а 8 человек. Напомню, авария произошла на 12-м километре западного обхода трассы Тюмень-Новосибирск. По предварительным данным, в районе деревни Александровка микроавтобус выехал на встречную полосу и врезался в большегруз. Два человека погибли, еще 8 с тяжелыми травмами в больнице. Областная прокуратура и полиция проводят проверку, а следственный комитет уже завел уголовное дело. Водитель Ситроена скончался при транспортировке в медицинское учреждение. Пассажир Ситроена, мужчина, 66-го года рождения, от полученных травм скончался на месте. Еще 8 пассажиров доставлены в медицинское учреждение. В момент дорожно-транспортного происшествия в Ситроене находились 10 пассажиров. Для капремонта 14 омских школ нашли подрядчиков. Среди образовательных учреждений 11, 14, 18, 118 и 29 лицей. В них учатся почти 13 тысяч детей. Работы запланированы масштабные. Специалисты обновят фасады и крыши, поменяют окна и двери. Отремонтируют ворота и входные группы. Также обновят сокольные этажи, поменяют перекрытия и полы. Особое внимание уделят системам отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Все работы обойдутся в 2,5 миллиарда рублей. Ремонт начнется в этом году, закончится уже в следующем. На это время школьников распределят по другим образовательным учреждениям. Десятки тысяч омичей оставили подписи в поддержку самовыдвижения Владимира Путина. Это, по словам волонтеров и молодежи, экономически активная часть населения и пожилые омичи. Бланки оформляют в штабе общественной поддержки. За процессом ведется тотальный контроль, чтобы впоследствии листы не аннулировали. Светлана Миличенко расскажет подробнее. С присущей чемпиону по фехтованию внимательностью Александр Кузюков проверяет подписные листы. Именитый спортсмен, теперь еще и доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина. К каждой этой подписью мы относимся очень ответственно. Все дни, начиная с того момента, как был назначен доверенным лицом, с 29 декабря занимался тем, что обрабатывал, сам проверял и подписывал каждый листочек. В поддержку Владимира Путина подписи оставили уже десятки тысяч омичей. Но отсутствие персональных данных или не в том месте поставленный розчерк – повод аннулировать лист. Именно поэтому контроль максимальный. Стоит отметить, граждане, которые приходят, чтобы оставить свою подпись в поддержку движения Владимира Владимировича Путина, в первую очередь они высказывают свое мнение в поддержку стабильности развития нашей страны и благополучия наших граждан. С 29 декабря организовано 10 точек сбора подписей. Оформить бланки помогают волонтеры. Очень много людей приезжает даже из неблизких районов, так что в принципе нет такого, что мы должны кого-то подзывать. Очень много людей сами подходят на стойки, сами хотят, ну то есть образуется очередь около стойки, подходят, стоят, чтобы оставить подпись. Работы у активистов хоть отбавляй. Говорят, правильно выстроить коммуникацию помогло обучение, которое каждый из них прошел предварительно. По всей стране начался как раз важный этап предвыборной кампании – это сбор подписей. Бойцы студенческих отрядов трудятся и, соответственно, мы тоже решили сделать это в первых числах января. Сбор подписей организован так. Волонтер проверяет документы, а избиратель указывает в листе фамилию, имя, отчество, а также дату. Для регистрации Владимиру Путину как самовыдвиженцу нужно набрать минимум 300 тысяч подписей. Но кандидата уже поддержали больше полумиллиона россиян. Мы, как новое поколение избирателей, должны взять на себя ответственность и выбрать наше общее будущее. Параллельно волонтеры присоединяются к всероссийской акции «Мы вместе» и подписывают новогодние открытки участникам специальной военной операции, находящимся на реабилитации в госпиталях. Каждое послание начинается словами «Пишу тебе, герой». Мы соберем эти открытки и через Народный фронт передадим им. Эти теплые слова помогут ребятам, скорее всего, быстро восстановиться, ну и просто поддержать их. Открытки в рамках акции «Мы вместе» принимают до 11 января, а оставить подпись в поддержку кандидатов президента Владимира Путина любой совершеннолетний человек может до конца месяца. При себе нужно иметь паспорт. Светлана Мельниченко, Ангелина Рунова, Сергей Ленвебер, 12 канал. Около 760 миллионов рублей потратят на закупку новых экологичных автобусов. В Омск приедут 44 машины. Средства выделят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», его инициировал президент Владимир Путин. Городские власти сотрудничают с НИФАЗом. Подвижные составы этой компании работают на газомоторном топливе. Их транспорт максимально приспособлен к комфортному использованию населения. Так, в прошлом году завод-изготовитель по просьбе омских чиновников оснастил свои автобусы так называемым «сибирским пакетом». Он включает в себя двойное остекление, обогреватели и дополнительные отопители салона. Главное, что такой транспорт не наносит. И от экологии сажа при выбросах не образуется. Многодетная семья, наконец, в полном сборе. Пришло время принимать поздравления. Одним из первых гостей стал мэр Омска Сергей Шелест. Поздравляю вас с рождением тройни. Единственная, кстати, тройня, которая родилась в Омске в прошлом году. Это вам. Так, здесь хорошие слова. Здесь кто? Чай, посмотрите, у вас семья теперь большая. Сразу тройное пополнение в семье Озеровых произошло еще в сентябре. На какое-то время малышам пришлось провести в неонатальном центре. Мальчикам дали имена Артем, Александр и Алексей. Теперь вся семья в сборе. У малышей есть еще две старшие сестры, которые буквально не отходят от своих братьев. Как и положено, родители тройняшек получили в подарок от города 300 тысяч рублей. Еще одной радостью стало подключение дома к газу буквально в последние дни уходящего года. В ближайшее время администрация Ленинского округа подготовит весь пакет документов, чтобы семья получила возмещение затрат по федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». И вот какие материалы готовят мои коллеги к итоговому выпуску. Смотрите в 19.30. Чтобы не остаться без света, идут пешком за десятки километров. Прекрасный подштальон был. Здесь нет ни ремонта, ни отопления, ничего. Условия труда никакие просто. И она уволилась. В поселке Подомском люди не могут даже оплатить коммунальные платежи. Почему закрыли единственную в населенном пункте почту? С интенсивным приседом и добрыми мыслями. Самое главное – дойди до тренировки. Узнаем, как вылечиться от посленовогодних Андры. Генеральный директор 12-го канала примерил на себя роль мошенника, чтобы убедить омечей не доверять внезапным звонкам аферистов. Всем привет. Меня зовут Артем Серов. Я генеральный директор 12-го канала. Хочу сказать тебе о том, что я уже оформил на тебя кредит. Представляешь? Да-да, вот так взял и оформил. Не веришь? 12-й канал продолжает серию роликов, которые предупреждают о действиях мошенников. Этот проект создан в партнерстве с омскими силовиками. Прежде в роли аферистов выступали ведущие 12-го канала Екатерина Булучевская и Оксана Савочкина. Также легендарный омский боец Александр Шлеменко, которые разоблачали преступные схемы. Цель видео – профилактика. Наглядно объяснить омечам, каким уловком прибегают киберпреступники в погоне за чужим достатком. Обманщики выдают себя за друзей или родственников, которые якобы угодили в жуткое ДТП. Не гнушаются использовать имена популярных медийных персон и просить финансовой помощи. Также представляются сотрудниками банков и правоохранителями. 12-й канал напоминает – не переводите деньги таким людям и ни в коем случае не делитесь с ними личными данными. Не называйте пин-коды и реквизиты банковских карт. Просто прекратите разговор. В регионе отремонтируют памятники героям Великой Отечественной войны. Обновления ждут более 40 мемориалов. Масштабную реставрацию анонсировал губернатор Виталий Хаценко в своем телеграм-канале. Рабочие обновят обелиски и стелы в Большевеченском, Большоуковском, Знаменском, Нововаршавском, Горьковском и других районах. Также будут обустроены мемориальные зоны в Логиновке Павлоградского района, Саргатке и Нижней Омке. На конкурс инициативных проектов поступило около 80 предложений по благоустройству мемориала в селах. На сфинансирование каждой идеи из областного бюджета выделят до 3 миллионов рублей. Переехал из Нигерии в Омск. Прием пациентов в одной из омских поликлиник ведет, как он сам себя называет, афросибиряк. К медику уже выстраиваются очереди. Почему мужчина променял жаркую Африку на снежную Сибирь и уверен, что сможет построить карьеру именно в Омске, расскажет Юлия Думанова. Прием на хорошем русском ведет врач-терапевт Агинемара Шедра Кафуя. Или, как его ласково зовут пациенты, доктор Марио. Родом из Нигерии, Марио работает в этой поликлинике два месяца. К иностранному врачу очереди записываются даже с других участков. Внимательно все доктор выслушал меня, все мои жалобы, назначил лечение. Хороший доктор. Если раз попадают к терапевту, к Марио, следующий прием они только идут к нему. Бабушки его любят. В Россию Марио приехал 7 лет назад. Все ради мечты – стать врачом. Поступил в медицинский университет. Говорит, российское образование особо ценится в Нигерии. Быть доктором и помогать людям хотел с детства. Я знаю, что я могу помогать с моими знаниями. А какой вообще лучший спирт медицина? Ну, из-за этого я здесь. Врач – это не просто профессия. Это жизнь, я могу так сказать. Язык Марио выучил быстро, заговорил буквально через месяц. Хоть и считал, что русский – самый сложный в мире. А вообще о нашей стране знал немного. Говорит, читал в новостях и книгах, что сибиряки – суровые люди. И это не единственный стереотип. Стандартный медведь на улице. Это везде так думаешь. Медведи ходят по улице, да? По улице, да. Но я приехал, вообще-то совсем другое. Люди здесь очень добрые. Как вообще они относятся ко мне, вообще очень отлично. Марио говорит, больше всего в Сибири удивила погода. Ведь в Нигерии холодом считается даже плюс 15. Снега вообще не бывает. Его впервые увидел только в Омске. Это, кстати, тоже было мечтой. Привыкать пришлось и к русской кухне. Марио, я знаю, что ты никогда не пробовал селедку под шубой. Практически наше национальное блюдо. Предлагаю попробовать. Не, не страшно. Готовь по всему, да? Но интересный, да. Марио уже полюбил русский борщ и шашлыки. А удивила окрошка. В Нигерии кваса не существует. И вот новое открытие – соленая рыба. В Африке сырой ее не едят. Ну, вкусно. Вообще вкусно, да. Ну, я не знаю, почему я раньше в этом попробовал. Сейчас это будет мой самый любимый салат. Марио говорит, думал, что как только получит образование, вернется на родину, в Нигерию. Но в итоге решил остаться. В Омске нашел работу и встретил любовь. Домосердце тоже работает врачом и спасает людей. Россия очень много мне дал. Мне дал сначала другой перспективы жизни. Очень хорошее образование. Очень хорошее вообще место работы. Я вообще в России уже. Это Россия для меня уже родной. Русский практически. Да я русский. Я уже как афросибиряк. Юлия Думанова, Сергей Пайхалов, 12 канал. Омский боец Александр Шлеменко анонсировал дату СФС-9. Новый турнир промоушена пройдет уже в следующем месяце, 2 февраля. Местом проведения вновь выбран спорткомплекс «Красная звезда». Главным боем вечера станет противостояние омского бойца Александра Подмарева и иранского волка Хосейной Халали. На счету нашего спортсмена 20 побед, 4 поражения и 1 ничья. Что касается иранского тяжеловеса, в его активе 2 победы и 1 поражение. Я напомню, что СФС-8 прошел в разгар прошлого лета. В тот раз в главном поединке Александр Шлеменко одержал победу над бразильцем Оливейрой. Бой длился меньше двух минут. Для чемпиона мира по современному панкратиону бой стал юбилейным. Всем привет! Ну вот и закончились новогодние праздники. Начались рабочие будни 2024 года. И я спешу вам анонсировать наш первый турнир в этом году. СФС под номером 9. Билеты совсем скоро поступят в продажу. Количество мест ограничено. Будет очень зрелищные, жесткие бои, как всегда, на СФС под номером 9. Не пропустите! И последнее. Сегодня один из самых вежливых праздников в году. Международный день «Спасибо». С каждым годом к нему присоединяется все больше стран и людей. Причем это далеко не формальность. Проходят конкурсы и флешмобы. На плакатах и открытых пишут «Спасибо» на разных языках. Обмениваются подарками и благодаря друг другу. Добавлю, что русское слово «Спасибо» родилось в 16 веке. Считается, что благодарить нужно от чистого сердца и в хорошем расположении духа. Тогда слово приобретает магический эффект, способный успокоить и согреть своей теплотой любого человека. Далее прогноз погоды. Но все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. И о погоде завтра, 12 января в Омске. Малооблачно, ночью до 28 градусов мороза. Днем минус 16, минус 20. В районах облачно, ночные часы до минус 30. Днем минус 17, минус 21. Ветер южный, 7 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. На этом у меня все. Итоги дня подведем в 19.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова